Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. И сегодня я предлагаю вместе со мной приготовить очищающее домашнее средство. Сегодня вместе со мной, я думаю, вы тоже сделаете умывалку для глубокой чистки дряблой увядающей кожи. Сегодняшняя умывалка идеально подходит для всех типов кожи. Этот способ очищения домашним образом очень эффективен. Я знаю, что многие из вас уже любят мои домашние очищающие средства, поэтому видео будет полезным, информативным. Всем приятного просмотра! И, мои дорогие, давайте приступим. Я думаю, что вы все уже догадались по моей вот этой традиционной баночке черного цвета, что сегодня мы с вами приступаем к приготовлению умывалки. Очищение в домашних условиях очень эффективно, и я использую регулярно домашнее очищение. Для его приготовления нам понадобится 1 столовая ложка тертого мыла. Берем обычное детское мыло, либо оливковое мыло, натираем на очень мелкой терке до вот такой стружки. И это уникальнейшее и очень эффективное средство, которое быстро, очень эффективно очищает кожу. Нам понадобится 1 столовая ложка вот этой мыльной стружки. Регулярно используем для приготовления очищающих средств. Следующим ингредиентом для приготовления этого уникального средства нам понадобится перекись водорода. Перекись водорода берем 3-х процентную. Можно заменить на пероксид, это практически одно и то же. Если у вас перекись водорода 6-ти процентная, либо 9-ти процентная, разводим обычной кипяченой водой и доводим до 3-х процентного соотношения. Нам понадобится 3 столовые ложки перекиси водорода. Затем нужно перекись и мыльную стружку очень хорошо перемешать. Оставить примерно на 1-2 минуты для растворения этого мыльного состава. Следующий ингредиент для приготовления умывалки сегодняшней, конечно же, это сода. Сода это лучший очищающий домашний ингредиент. Сода очень хорошо смягчает кожу. И мелкие скрабирующие кристаллы очень эффективно, мягко отшелушивают верхний аргавевший слой клеток в момент размыливания этого состава. Нам понадобится также 1 столовая ложка обычной пищевой соды. Без горки. После добавления соды также все очень хорошо перемешиваем. Следующий ингредиент для приготовления этого уникальнейшего средства я люблю использовать зубную пасту. Зубную пасту можно взять любую. Я специально не показываю марку зубной пасты, чтобы ютуб не засчитал это за рекламу. Лучше всего использовать для приготовления домашних очищающих кремов, вот этих умывалок, детские зубные пасты с различными фруктовыми наполнителями. Есть ягодные наполнители в зубных пастах. Так что они тоже идеально подходят. И нам понадобится половина столовой ложки зубной пасты. После добавления зубной пасты нужно также все очень хорошо перемешать. Перемешиваем до получения однородной консистенции. Так, чтобы она слегка размыливалась, чтобы вот такие пузырьки пошли. От того, насколько тщательно и правильно вы готовите домашнее очищающее средство, зависит и само качество, естественно, этого продукта, и того эффекта, который он будет оказывать на эпидермис кожи. Следующим ингредиентом для приготовления этого очищающего средства я добавляю 5 капель глицерина. И также очень тщательно все перемешиваем. Получается очень приятная консистенция. Вы видите, что даже в момент приготовления уже состав очень приятный. Чувствуется, что легкое скрабирование кожи в момент очищения с помощью этого средства получит эффект. Вы заметите после использования этих очищающих средств сразу. Это средство подходит для ухода за кожей возрастной любого типа. Если у вас кожа очень сухая, то использовать это очищение нужно в конце дня, в момент глубокого очищения кожи. В качестве вечернего очищения, после того, как сняли декоративную косметику, нанесите это очищающее средство пальчиками по кожным массажным линиям. Дайте одну минуту на легкое взаимодействие с эпидермисом кожи и начинайте легкое вспенивание. Круговыми движениями делая легкий массаж, так как вы умываетесь покупными средствами, так же и размыливаете это средство. Затем ополосните кожу лица теплой водой. Смойте очень хорошо это средство и в момент смывания так же делайте легкий скраб лица. Затем ополосните кожу лица прохладной водой. Это очищающее средство не требует дополнительного тонизирования кожи. Нужно нанести ночной питательный крем. Если вы используете это средство в зимнее время, то нужно нанести увлажняющий крем. Если у вас жирная кожа, то это средство нужно использовать два раза в день, утром и вечером. Утром это очищение будет давать тонизирование, отлично подготавливать кожу к нанесению декоративной косметики. Если вы используете в вечернее время, то это средство будет очень хорошо так же охлаждать и глубоко очищать даже расширенные поры. Это средство нужно хранить при комнатной температуре на туалетном столике. И в момент очищения наносите и результат вы заметите после всего лишь одноразового применения этого очищающего средства. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. И я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. Всем всего хорошего! А с вами была Оксана. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok